Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. 3-0 в пользу нардепов. Так предыдущее решение регламентного комитета по снятию с депутатов неприкосновенности охарактеризовал глава САП Назар Холодницкий. Он и Юрий Луценко с понедельника ходят на банковую в надежде, что их представления все же удовлетворят, но пока тщетно. Итак, сегодня день четвертый. Рассматривали фронтовика Максима Полякова. Сохранит ли он свой депутатский иммунитет? Узнаем от Ирины Романовой. Прежде чем зайти в зал, специализированный прокурор Назар Холодницкий комментирует предыдущее решение комитета по ходатайствам ГПУ о снятии неприкосновенности с Дейдея, Довгого и Лазового. Если говорить футбольными терминами, то это означает, что мы програем 3-0. Мы, если бы не были вкладывания в САП, мы бы не приходили сюда. Я бы не приходил с подданием к генеральному прокурору. Сегодня Юрий Луценко принес в комитет сразу три ходатайства на одного НРД по фронтовика Максима Полякова о привлечении его к уголовной ответственности, а также о задержании и аресте. Но прежде чем приступить, соратник Полякова по фракции и главы комитета Павел Пинзенек предлагает коллегам послушать записанное НАБУ, телефонные разговоры подозреваемого и его помощницы Татьяны Любонько без прессы. В режиме закрытого заседания. Я не хочу, чтобы завтра меня и моих коллег звинуватили в том, что мы приховываем информацию. Следствие дало дозвіл на оприлюднение этих материалов. Это мой выступ и предательность на меня. Члены комитета спорили почти час, наконец-то дали добро. Коррупционное действие Полякова в сфере нелегальной добычи интеря, рассказывает генпрокурор, НАБУ расследовало целый год. Из видео и аудио доказательств того, как нардеп через свою помощницу, якобы требовал взятки за внесение необходимых правок в законы, смонтировали целый фильм. Здесь записи телефонных и личных разговоров представительницы иностранной компании Екатерины Сиваконь, помощницы Полякова и самого нардепа. Мы здесь вчера встречали. Дни мне озвучили вот так. Пять – это Павла. Ему тут. Как разнообразно? Пять – это Млашер. Это все получается, да? Может, больше ничего нет? Алло, Максим Анатольевич, ты прошла встреча с Казниковым? Ага, смотри, значит, я сейчас Борю предупрежу, поделив Павлан и помощница отдай. Я, как народный депутат, никогда в жизни не мав будь-якого отношения до Бурщина. Действительно, у меня и помощница Таня Любонько. Действительно, до ней подослали эту агента. Она мне рассказала, что она действительно хочет платить за то, за то. И запропонировала мне особо також деньги. На что я ей поведомил, что то, что она делает, не нужно делать. А денег Екатерину, уверяет Поляков, он всячески отказывался. Но вот почему его помощница доллара все-таки взяла, внятно, так и не объяснил. Помощницу, начебто, поймали на 5 тысяч долларов. И где они делаются? Немает жодного доллара. Вы видите, начебто, помощница рахует деньги. Ну, рахует, да. Вслед за Поляковым выступают его адвокаты. Затем члены комитета уточняют у прокуроров детали дела. Вы хотите, чтобы мы пошли? Я могу это сделать. Давайте объективно ставитесь этим. Вы не объективно ставитесь. Вы покрываете коррупцию. Тут, в Казахстане. Послушайте. Что это происходит? Луценко вместе с Холодницким покидают заседание. Глава комитета объявляет перерыв. Решение безгонпроводное может быть. Передбачивается участь генерального прокурора в заседании комитета. Спустя 30 минут прокуроры возвращаются. А еще через 2 часа комитет выносит то же решение, что и накануне. Ходатайство недостаточно обоснованное. Завтра здесь ждут 5-го нардепа Борислава Розенблата, которого ГПУ также просят лишить неприкосновенности. Ирина Романова, Евгений Каминский. Подробности для канал Интер. Народного депутата Павла Резаненко из фракции БПП за вождение в состоянии алкогольного опьянения на год лишили права управлять автомобилем. Об этом он сам сообщил на своей странице в соцсети. Такое решение принял Деснянский райсуд столицы. Также нардепы обязали заплатить штраф более 10 тысяч гривен. Я напомню, ранее Резаненко называл все это провокацией. Однако со временем изменил мнение и заявил, что полиция действовала абсолютно законно. Более 4 часов за закрытыми дверями заседали сегодня судьи по делу временно отстраненного главы ГФС Романа Насерова, который, я напомню, просит отпустить его на лечение за границу. Какое решение приняли, узнаем у Данила Снисера. Он сейчас находится возле Соломенского суда. И с нами на связи. Данил, добрый вечер. Во-первых, расскажи, почему Насеров так настаивал на закрытом слушании? А во-вторых, чем, собственно, закончилось это заседание? Понять и отпустить чуть ли не под честное слово. Сегодня отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насеров убеждал Соломенский суд в необходимости срочного лечения за границей. К слову, заседание проходило в полностью закрытом режиме. Сторона защиты изначально ходатайствовала от частично закрытом слушании. Дескать, сам Насеров против публичного разглашения своих данных, в частности, диагноза. Провести заседание в полностью закрытом режиме суд просила уже сторона. Государственная фискальной службы Роман Насеров. Главные требования фискала – снять электронный браслет, вернуть загранпаспорт и разрешить выехать за границу, чтобы поправить там здоровье. В какую страну и на какой срок Насеров и его адвокаты суду не сообщили, а гособвинение выступало категорически против ходатайства. В итоге суд поддержал сторону прокуратуры и отказал Насерову во всех его просьбах. Напомню, отстраненного главу Генеральной фискальной службы подозревают в растрате 2 миллиардов бюджетных гривен. Его отпустили под залог в 100 миллионов, которые внесли родственники. Спасибо, Даниил. Даниил Насеров о том, что Романа Насерова все же не отпустили лечиться за рубеж. А вот суд над беглецом Януковичем может затянуться. Он сегодня официально отказался от своих высокооплачиваемых адвокатов. Об этом заявил в своем видеообращении, которое показали во время судебного заседания. Напомню, Януковича обвиняют в госизмене. Процесс Янукович этот называет политическим. Дескать, его ни разу не допросили, хотя он сам шесть раз отказывался от видеоконференции. Прокуроры потребовали предоставить беглецу бесплатного защитника. Суд должен принять решение до 12 июля. На эту дату назначили следующее заседание. Впрочем, еще до отстранения адвокаты, по их словам, успели потребовать от ГПУ открыть дело о государственном перевороте. Процесс втратив будь-яку легитимность, будь-які решения приняты за результатами данной справы будут вважатись ничемными. Адвокатское объединение и мы особо залишаемся в усих других процессах. Боротьба только начинается. Данная позиция Януковича направлена только на затягивание часа, на затягивание самого процесса, потому что данная особа ухиляется от органов досудового расследования, ухиляется сейчас от судов. Дома прокуроров, расследующих дела налоговиков, обстреляли из боевого оружия. Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал генпрокурор Юрий Луценко. Напомню, 24 мая в 15 областях Украины прошла антикоррупционная операция. Правоохранители провели 450 обысков и задержали более 20 фискалов. Утверждают, что налоговая служба под руководством беглого Александра Клименко нанесла ущерб государству почти на 100 миллиардов гривен. Лондон настаивает на санкциях против России и обещает содействие в реформах. В этом премьера Гройсмана заверил министр иностранных дел великобритарии Борис Джонсон, с которым они провели совместную пресс-конференцию сегодня. Кто еще принял участие в этом мероприятии и как в Лондоне оценили уже проделанную Украиной работу? Об этом подробнее Светлана Чернецкая. Лондону надо отдать должное. На конференцию по вопросам украинских реформ удалось собрать представителей около 30 стран, в их числе министры иностранных дел и экзамы от Польши и Румынии до США, Канады и Японии. Это мероприятие высокого уровня и примечательно, что идея и ее воплощение принадлежат министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону. Ему удалось собрать вместе людей, которые готовы помогать Украине. Все отмечают, что украинским правительствам сделано уже много, но почивать на лаврах пока рано. Норвегия и в дальнейшем будет поддерживать процесс реформ в Украине, сосредоточившись на трех направлениях. Это верховенство права, энергосектор и торговля. По этим направлениям у нас уже накоплен опыт. Но масштабы этой помощи будут зависеть от уровня реализации реформ. Чем больше вы будете делать, тем больше мы будем помогать. Мы поддерживаем программу реформ, представленную премьером Гройсманом. Она очень решительная, я бы даже сказал агрессивная. Поэтому мы призываем всех присутствующих поддержать ее. Но самое главное это победить коррупцию. Нет смысла бороться за тело украинского государства на Донбассе, если оно потеряет свою душу из-за коррупции. Участники конференции сосредоточились на нескольких актуальных реформах. Это судебная, медицинская, пенсионная, земельная и приватизация. Но больше всего вопросов вызывает борьба с коррупцией и созданием независимой системы правосудия. Украина достигла удивительного прогресса за последние три года. Больше, чем за все предыдущие 23. И я хочу особо отметить достижения в секторе госзакупок и в декларировании доходов госчиновников. Ни я, ни премьер Гройсман не скрываем, что есть проблемы. Но динамика очень позитивная. Это майданчик, на котором мы все собрались и проговорили очень конкретно, что сделано, что мы планируем сделать. Мы впервые, в принципе, по большому счету, презентовали нашим партнерам среднестроковый план действий. Мы сказали, куда мы идем в 2017, 2018 и включительно с 2020 года. Мы показали план. И мы говорим, что он абсолютно реальный. И этот план, кстати, получил очень высокую оценку. От Украины в Лондоне большая правительственная делегация. Это министр финансов, здравоохранения, обороны, иностранных дел. Премьер Гройсман выразил надежду, что такие конференции станут традиционными. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Украина приняла председательство в парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества. Так завершилось 49-е пленарное заседание организации в Стамбуле. Ключевой темой стала безопасность в Черноморском регионе и активизация торговых и экономических процессов. Следующая юбилейная встреча состоится уже в Киеве в конце ноября. В нынешнем заседании приняли участие народные депутаты, в частности, представитель оппозиционного блока Николай Скорик. Мы одна из ключевых стран Черноморского региона. Мы ни в коем случае не должны терять, а наоборот активно использовать свои возможности, транзитные возможности, географические возможности, возможности кадровые и так далее, для того, чтобы наша страна становилась сильнее укреплять независимость через укрепление экономики нашей Родины. Сегодня утром в столице активисты перекрыли улицу Грушевского, а у входа в кабинет министров разложили мундиры. Таким образом, ветераны МВД и военные в отставке продолжают добиваться перерасчета пенсии. Чиновники еще в мае обещали провести с митингующими переговоры, поднять на заседание Кабмина вопрос о повышении соцвыплат. Однако, дальше обещание дело не пошло, так утверждают протестующие. По их словам, каждому ветерану МВД государство должно почти 200 тысяч гривен. Поэтому, как заявляют активисты, пока пенсионеры не получат от МВД заслуженную пенсию, митинги не прекратятся. Которые, уже влада доходит до таких поступков абсурда, до такой низкости, не приходят на заседание. За плановую заседание, люди приезжают за 700-800 км, соответственно, за свои деньги. Хочу наголосить и нагадать Шкиряку Зоряну, что не повиняют и не разойдутся. Мы хотим, чтобы из всего на всего выполнен закон. Вимагаемо от Верховной Ради, от Уряду, начать работу по створению Министерства ветеранов. Сотни тысяч ветеранов в Украине сегодня потребуют уваги с боку первых людей государства. Мы больше не будем играть в кошки-мышки и с Урядом, и с первыми людьми нашей государства. Мы переходим в наступ. Во время этой акции протеста возле Кабмина не обошлось без происшествий. Автомобиль Порше Панамера пытался прорвать блокаду и наехал на ногу одному из активистов. Участники акции попытались вытащить водителя из машины, он оказал сопротивлением. В результате лобовое стекло авто повредили громкоговорителем и прокололи шину. По словам очевидцев, от водителя разило алкоголем. Дежурившие на месте полицейские увезли пострадавшего пенсионера в больницу, а машину взяли в кольцо. В итоге виновника отпустили, поскольку правоохранители утверждают, что все произошедшее это чистая случайность. 70% нуждающихся в субсидиях на оплату коммуналки уже получили помощь. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Но в некоторых регионах процесс затягивается. Это Черновицкая, Киевская, Одесская области. Одесситы вообще стали рекордсменами по долгам за коммунальные услуги. Общий долг уже перевалил за 2 миллиарда гривен. Все подробности этой темы узнаем от наших корреспондентов. Валентине за 70 живет в 30-метровой однокомнатной квартире. Женщине приходится считать каждую копейку и надеяться на помощь от близких. 1121 рубль. 121 гривна за 30 метров. Тысяча. 1300 пенсия. Все? За газ заплатишь, за воду заплатишь, и получается, остается 72 рубля с пенсии. Вот как жить на 72 гривна? Субсидия. Валентине не положено. Свою квартиру она еще несколько лет назад оформила на сына. Чтобы у него потом не было бюрократической тяганины с наследством. А вот ее соседка из трехкомнатной квартиры субсидию получает. Но и этих денег все равно не хватает. После субсидии я заплачу, зиму заплачу тысяча с чем-то, а летом, ну, примерно 300 получается, 200 с чем-то. В коммуналку ходят, а у меня еще лекарства сколько я использую. Я каждый год болею. Больше всего одесситы задолжали газовщикам, энергетикам и водоканалу. Коммунальщики уверяют, самые ответственные плательщики как раз пенсионеры. Такие, как Валентина и ее соседка. Несмотря на нищенские пенсии, рассчитываются за услуги регулярно. А вот достаточно платежеспособные абоненты накапливают долги. Некоторые не платят принципиально. В водоканале рассказали, в этом месяце предприятие на грани. Еще и сберкассы в городе из-за кибератаки вируса 5А до сих пор не работают. Вот по прошлому месяцу были поступления порядка 30% в середине месяца. Для оплаты ГСМ, для оплаты опять же реагентов, для оплаты за электроэнергию. Эти денежные средства, как обороты, нам нужны действительно ежедневно. Общий долг одесситов растет с каждым днем. Почему сложилась такая ситуация, пытаются разобраться депутаты областного совета. Для сравнения, еще год назад сумма долга была более чем в два раза меньше. Конечно, на такой резкий рост задолженности сказались и тарифы, и усложненная с мая месяца текущего года процедура получения субсидий. По данным обл. администрации, только в половине районов Одесской области сейчас можно оформить субсидию. В остальных, новая схема, внедренная в начале лета, еще не налажена. Но даже по выданным субсидиям государство задерживает платежи. В чем причина отсрочек, мы обратились за комментарием в управление соцзащиты. Но там нам сегодня ничего не ответили, ссылаясь на занятость. Ольга Иванченко, Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер. Одесса. Вот хакеры-вымогатели, из-за которых была заблокирована работа предприятий во всем мире, в том числе украинских банков и сберказ, сегодня неожиданно проявились. Речь идет о создателях вируса ПТА. По информации интернет-платформы Motherboard, иностранным журналистам удалось связаться с хакерами и пообщаться с ними в закрытом чате. Сначала неизвестный выступающий от имени создателей вредоносной программы запостил обращение ко всем пострадавшим. Он вымогал за ключ к заблокированной информации 100 биткоинов. Это около 250 тысяч долларов. Однако на просьбу предоставить пример такой разблокированной информации злоумышленник ответил молчанием. Судьба будущего отопительного сезона и почти миллиарда гривен решалась сегодня в высшем хозяйственном суде. Компания Укртрансгаз подала иск против НАК «Нафтогаз». Спорили о газовом дисбалансе. Какое же решение приняли и будут ли наши батареи теплыми этой зимой, узнаем от Лины Зеленской. В зале заседаний сошлись две госкомпании Укртрансгаз и Нафтогаз. Цена вопроса почти миллиард гривен. Обе стороны пытались скрыться от журналистов, настаивали на закрытом процессе. Судьи согласились. Заодно исключили представителей облгазов в качестве третьей стороны. Суд считает незаконным решением о том, что отказал в принятии нашего батарества и не привлек нас в качестве третьей стороны. Две госкомпании спорят между собой, кто создал дыру в газовом балансе страны. А самое главное, кто будет за это платить. Кроме того, монополистов из Нафтогаза обвиняют в том, что они не оформляют акты на поставку газа. И это запускает маховик, из-за которого стоимость голубого топлива взлетает до небес. Совместные действия синхронные Нафтогаза и условно независимого оператора ДТС компании Транжаз вынужденно приводят к тому, что долг за потребленный тепловиком газ или цена за потребленный газ увеличивается практически в два раза. Вот рыночные цены. Такая сумма очень неподъемная для предприятий типа Коммунэнерго, которые финансируются полностью в госрочном бюджете Украины. Эта сумма ляжет дополнительной нагрузкой на бюджет Украины. И в случае не выделения и непогашения со стороны типа Коммунэнерго данного долга предприятия могут обратиться в банкротство, что в свою очередь поставит под угрозу отопительный сезон. По словам представителей Облгазов, это очередная схема выкачки денег у предприятий и даже местных бюджетов. В то же время, по мнению экспертов, монополисты из «Нафтогаза» чувствуют себя прекрасно. Активы «Нафтогаза» финансовые, они увеличиваются. Поэтому компания на пустом месте создает себе актив, который может в будущем распорядиться по своему усмотрению. Либо оббанкотить предприятие, присоединив его к себе в конечном итоге, либо банально этот долг подать. Несмотря на это, служители «Фемида» сегодня решили, что газовый дисбаланс будут покрывать за счет Облгазов и предприятий «Теплокоммунэнерго». То есть именно они и должны возместить «Нафтогазу» почти миллиард гривен. Это может привести к коллапсу уже следующей осенью. Это влияет на возможный взрыв опаленного сезона, но знак у нас будет белый и пухнастый. Он говорит, что мы готовы дать газ в следующем сезоне, но там творится просто штучная заборгованность. Лина Зеленская, Виталий Коваленко, подробности телеканал «Интер». Вчера сопредседатель фракции оппозиционного блока Верховной Ради Александр Вилкул встречался в Страсбурге с вице-президентом Европарламента Ричардом Чернецким. Говорили о минском процессе и положении дел в Украине. А в это же время, как оказалось, в Украине в Днепре местные налоговики организовали внеплановую проверку этого нардепа и обвинили его в неуплате налогов на сумму 20 миллионов гривен. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила главный фискал Днепропетровской области Оксана Тамчук. Вилкул также отреагировал на это в соцсети, но мы решили разобраться в ситуации и связались с народным депутатом. Сейчас с нами на прямой связи. Александр, добрый вечер. Хорошо ли вы меня слышите? Расскажите, вы правда не заплатили 20 миллионов гривен налогов, как об этом сообщает главная представительница налоговой службы Днепропетровской области? Добрый вечер. Слышу я вас отлично о результатах, как они это называют, позаплановой документальной невыездной проверки. Я узнал вчера, находясь, как вы правильно сказали, в Страсбурге. Но мне не привыкать. У меня это уже почти 20-е, наверное, уголовное дело. Сначала первые три года проверяли мою деятельность на посту губернатора Днепропетровской области. Под лупой, с микроскопом изучили каждую мою подпись. И лучшие специалисты ЕСБУ, и прокуратуры, и милиции, и тогда лучшие юристы Приватбанка, потому что они тогда там были у власти, изучали, ничего не нашли. Потом, после 9 мая, уголовное дело по 9 мая. Мы это все прекрасно знаем, но тоже у них как-то не клеится, потому что тех людей, которых они назвали хорошими ребятами, такими назвать сложно. Есть заявления официальной полиции, что у них найдена и кислота, и зажигательные смеси, и ножи, и балаклавы, и все прочее. И масса фотографий в социальных сетях, там, где они на груди с фашистскими крестами, выколотыми, и так далее. Но, тем не менее, команда ФАС после 9 мая поступила. Ну вот, сейчас вот эта позаплановая перевирка. Вот такие команды особо неадекватные исполнители выполняют, естественно, неадекватно. Провели эту перевирку, рассказали, что у меня не оплачены какие-то налоги за 2015 год, какие-то фантастические цифры. Я с полной ответственностью говорю, что это, ну, бред, это вообще не подтверждается ничем, это развалится в судах. Я очень сильно жду, когда уже будет окончательный акт, который мне будет выдан на руки для того, что я бы мог пойти в суд. На самом деле, это просто расплата. Тем не менее, расплата не расплата, но сейчас... Мы не гнемся за то, что мы не предаем, за то, что мы не голосуем вместе с властью. Хорошо слышно. С 2010 года уже не мэр Харькова. Возбуждают уголовное дело за 2008 год. 9 лет прошло. Вадим Новинский. Сняли депутатскую неприкосновенность, постоянно какие-то новые уголовные дела. На самом деле, это потому, что мы не хотим голосовать. Эти медицинские, пенсионные, земельные реформы не голосовали за законы, которые привели к повышению коммунальных тарифов. Если говорить конкретно вот это дело, то я думаю, что оно уйдет в суды. Все это будет, я думаю, очень долго. Ну, а против меня, может, еще что-нибудь новое придумают. Я поняла, но вы какие-то шаги собираетесь сейчас предпринимать вы лично в этой ситуации или вы затаитесь? Нет. Когда я заполнял декларацию, то в этом принимали участие очень хорошие юристы, в том числе международные. То есть я же понимал, что я заполняю, это первое. То есть я буду судиться в судах, у меня есть аудит моей декларации уже на сегодняшний момент. Будем дальше проводить аудиты, точно бежать никуда не буду. Вчера, когда я это узнал, встречаясь с Чернецким в Страсбурге, я сел в самолет и в 24.00 я уже был в Киеве. Точно никуда не побегу. Будем отстаивать в судах честь и достоинство. И по этому уголовному делу и по всем остальным я не знаю, что они там еще придумали. Спасибо, Александр. Александр Вилкул прокомментировал обвинение об неуплате 20 миллионов гривен налогов. Череда скандалов со взяточниками в мэрии Днепра. На этот раз на взятки погорела главный специалист одного из управлений горсовета. Эта женщина требовала от местного жителя 15,5 тысяч гривен. Давайте узнаем, за что. Встречу местному жителю чиновница назначила в центре города. Он должен был передать часть требуемой суммы 7 тысяч гривен. Здесь взяточницу и взяли сотрудники СБУ и областной прокуратуры. Женка вымогала 15 тысяч 500 гривен от местного жителя за узаконение права властности на житло и присадебную делянку. Как стало известно, задержанная Марина Корьян, главная специалист управления правового обеспечения горсовета. Она представляет интересы власти в судах и вовсе не отвечает за регистрацию права собственности на недвижимость. Местные активисты не исключают. Деньги требовала по указанию начальника и скорее всего не впервые. Можно допустить, что там был напрямую задействован начальник ее управления. То, что мы знаем, то есть минимум трое людей сообщали, что за подобные вопросы они решали вопрос за деньги. При этом, когда мы просили их написать заявление в силовые структуры, они отказывались, они боялись. Кстати, это не первый случай, когда чиновников Днепра ловят с поличным. Буквально в конце июня взяли под стражу начальника управления торговли и инспектора коммунального предприятия. По данным областной прокуратуры, за деньги они позволяли предпринимателям использовать объекты благоустройства не по назначению. Всего получили 110 тысяч гривен. При получении очередной суммы денег обоих задержали. Елена Медалюк, Евгений Конецов, подробности, телеканал Интер, Днепр. На взятки поймали и чиновников Укрзалезныцы. Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой задержали двух предприимчивых управленцев за вымогательство 150 тысяч долларов. Деньги требовали у бизнесменов, а взамен обещали заключить договор аренда земли. По словам силовиков, задержанным уже объявили подозрение. Досудебное расследование сейчас ведется. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Заблодшее. Что грозит российским военным, задержанным на границе с Крымом? Вот конем какое решение принялся в БЕСООН по Северной Корее? И кто блокирует этот вердикт? Из Донецкой области пытались вывезти почти 40 вагонов древесины стоимостью более миллиона гривен. Об этом сообщает прокуратура области. Группа лиц в Донецкой и Одесской областях создали фиктивные фирмы и незаконно перевозили на оккупированную часть Донбасса товарно-материальные ценности. Служба безопасности Украины обвиняет двух задержанных российских ФСБшников в посягательстве на территориальную целостность Украины. Их задержали на границе с оккупированным Крымом в Херсонской области. При себе документов у них не было. В СБУ выяснили, что задержанные это российские военные. Оскар Кулуп, замначальника резервной заставы и Владимир Кузнецов, начальник кинологической группы. Сейчас они находятся в СИЗО и грозит им до 10 лет лишения свободы. Полтора десятка обстрелов в течение дня в зоне АТО. Один боец ранен. Непростая ситуация в районе освобожденного поселка Зайцево под Горловкой. Все подробности узнаем от Геннадия Вивденко. Провокационные обстрелы ночью и днем. В полдень слышно, как бьет вражеский пулемет. Его пули достигают мирных улиц. Рядом контрольно-пропускной пункт Майорск. Прикрываясь мирными жителями, наемники вели огонь по нашим бойцам. У нас есть, на жаль, втраты в результате выхода ДРГ. Одного військовослужбовца взнял снайпер. Продолжают працювать в основном школу. Это стрелкотня, ДШК, СПГ, БМП-1. В основном провокации стрелецкой зброи. Бойцы говорят, ночью окупанты используют легкую бронетехнику. Часто попадают в мирное жилище. Ночь началась с обстрела БМП-1. Всегда оно начинается с мелкого калибра, потом переростает в большее. В основном, когда они реагируют, никто, ни где ничего не обращает на них внимания. Тогда у них самая душе, так же живота, они начинают душе обстреливать. Чтобы только вымануть людей. Они хаотично стреляют. То есть, у простых людей, или у нас, они даже не знают результаты своей стрельбы. Диверсантов круглые сутки можно встретить в лесополосах. Обстреляют, потом уходят. В Зайцево нет света уже около года. Боевики перебили линии. Несмотря на опасность, ремонтные бригады тянут электричество с подконтрольной Украине территории. Территория разминирована. Все деревья и кусты спилены. Сейчас идет установка опор электропередач до освобожденного Зайцево. Ремонтники понимают, они на линии огня. И мирные жители, и военные считают их настоящими героями. Потому что там разбомбились, люди без света сидят. Раз мы здесь работаем, значит, пока еще можно работать. Боимся, конечно, не боится только дурак. Боимся, конечно, это же линия ограничения. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук, Руслан Ревьюк. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Огнестрельное ранение получил оператор интернета здания во время учений резервистов в Кривом Роге. Вячеслав Волк вызвался сыграть роль провокатора. По сценарию его повалили на пол, надели наручники и завели в здание исполкома, у стен которого и отрабатывали навыки военные. Через несколько минут произошла странная ситуация. Раздался глухой хлопок. Оператор получил сквозное ранение в шею, поврежден позвоночник и спинной мозг. Состояние Вячеслава Вовка врачи оценивают как тяжелое. По предварительной информации, инцидент произошел по неосторожности волонтера-инструктора. Россия должна прекратить дезапилизацию Украины и других стран, а также отказаться от поддержки режимов в Сирии и Иране. Это лишь часть громких заявлений Дональда Трампа в преддверии саммита Большой Двадцатки. Президент США сделал их во время своего визита в Польшу. Все подробности узнаем от Татьяны Лагуновой. Традиционно крепкое рукопожатие и не менее крепкие заявления. Дональд Трамп по пути в Гамбург заглянул в Варшаву. И после переговоров с президентом Польши, по сути, рассказал, с чем едет на саммит Большой Двадцатки. Главные тезисы таковы. Конфликт в Сирии нужно решить политическим путем. И пора уже приструнить Северную Корею. Не стеснялся в выражениях хозяин Белого дома и в отношении России. Америка и дальше будет поддерживать мир и безопасность в Центральной и Восточной Европе. Мы действуем вместе с Польшей в ответ на шаги России и ее дестабилизирующее поведение. И мы очень благодарны Польше. Она является примером для каждого члена НАТО. Это одна из немногих стран, которые выполняют свои финансовые обязательства. Еще один вызов России в сфере энергетики. Соединенные Штаты хотят поставлять в Европу сжиженный газ. Об этом Трамп заявил на так называемом саммите лидеров Трехморья. Это объединение государств Центральной Европы, Балтии и Балкан. Мы принимаем участие в этой исторической встрече, чтобы дать будущее открытым, справедливым и доступным энергетическим рынкам. Это будет способствовать большей энергетической безопасности. У нас много энергоресурсов, так что если вам нужен наш товар, просто позвоните. Позже Трамп выступил с речью возле памятника участникам Варшавского восстания и снова вспомнил Россию. Мы призываем Россию прекратить дестабилизирующее действие в Украине и других странах, а также поддержку враждебных режимов в Сирии и Иране. Президент США уже в Гамбурге. Он заранее прибыл на саммит Большой двадцатки. Это не случайность или промах президентского протокола. В Гамбурге и хозяйка двадцатки Ангела Меркель. Лидеры Германии и США договорились встретиться еще до начала самого саммита и провести предварительные переговоры. Ну а самая ожидаемая встреча G20 состоится завтра и тоже при участии Трампа. В пятницу президент США впервые лично побеседует с Владимиром Путиным. Когда и как долго будут продолжаться эти переговоры пока непонятно, но темы оглашены Сирия, Северная Корея и ситуация на востоке Украины. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. За день до саммита Большой двадцатки в Гамбурге неизвестные подожгли 12 автомобилей Порше. Новенькие машины сгорели дотла прямо на стоянке автосалона. Полиция не исключает, что поджог может быть связан с проведением саммита, но до завершения расследования пока ничего не комментирует. Напомню, 12-й саммит G20 стартует завтра. Обеспечивать безопасность там будут около 20 тысяч полицейских. Терпение лопнуло. Члены Совета Безопасности ООН требуют новых, жестких санкций в отношении Северной Кореи. Против только Россия. Все подробности узнаем от Дмитрия Анопченко. Он следил за ходом заседания ООН. В седьмой раз только за этот год Совбез ООН собирается, чтобы обсудить КНДР. И пять из этих чрезвычайных встреч после очередных запусков ракет. Казалось бы, уже столько громких слов сказано, но именно сейчас дипломаты готовы озвучить самые жесткие требования. Ведь сейчас случилось то, чего организация Объединенных Наций всеми силами пыталась не допустить. Северная Корея не просто очередные испытания провела. Пхеньян теперь заявляет, что они тоже ядерная держава и располагают межконтинентальными баллистическими ракетами, способными поразить цель в любой точке мира. Вроде так много сделано, но не додавили, шепчутся в кулуарах штаб-квартиры ООН дипломаты. А в зале Совета Безопасности звучат требования не дать Ким Чен Ыну продвинуться больше ни на шаг. Когда наши обращения, призывы и предупреждения систематически и преднамеренно игнорируются, следует положить конец этому опасному развитию событий. Переговоры всегда предпочтительнее, но нынешняя ситуация уже не позволяет их вести. Хедлайнеры жесткой линии. Помимо Франции, традиционно Великобритания и Соединенные Штаты. Ники Хейли даже применением оружия пригрозила. США готовы использовать все возможности, чтобы защитить себя и союзников. Один из инструментов – наши военные силы. Если нужно, мы их задействуем. Впрочем, есть и другие методы. У нас большие возможности в области торговли. Штаты попытаются сейчас взять Северную Корею измором. Хотят ударить по всем, кто соглашается с нею торговать. А значит, перекрыть поток валюты и нефти. Хотя придется сложно, ведь основной торговый партнер режима – сосед по столу переговоров, Китай. И это не только план Хейли, это план Трампа. В ООН нам рассказали, что за несколько часов до этого заседания американский посол получил указание лично от президента Соединенных Штатов. Не допуская ни малейшей возможности войны реальной, готовиться к войне торговой. А еще добиться усиления санкций. В усилении санкций Штаты безоговорочно поддержал Киев. Мы не можем ждать, пока пройдет новое атомное испытание или запуск ракеты. И не поддержала Москва. Санкциями проблему не решить. Мы ее таким образом только загоняем в тупик. Тем более неприемлемы любые попытки ее силового решения. Неофициально дипломаты говорят, мол, Россия намеренно пошла на конфронтацию, чтобы выбить себе лучшую стартовую позицию на переговорах Трампа с Путиным. И если придется, то потом отступить по Корее вместо Сирии и Украины. Эта игра американцам понятна. И несмотря на всю важность корейской проблемы, переговоры в Гамбурге все равно пока что событие номер один. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. За что британский фитнес-тренер попал в книгу рекордов Гиннеса и кто взял на работу щенков Лабрадора? Об этом и не только в нашем обзоре. Грузовик-беспилотник, который перевозит до 20 тонн. Аппарат разработали в Швеции. Машина под названием Ти-Под без кабины для водителей и управляется дистанционно. Грузовик может проехать без подзарядки 200 километров. Ожидается, что к 2020 году такие чудо-автомобили будут колесить по дорогам Швеции. А вот французы пересядут на эко-машины. Правительство планирует к 2040 году прекратить продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Такой амбициозный климатический план представил министр экологии Николя Уло. Ранее шведский концерн «Вольво» заявил, что с 2019 полностью откажется от двигателей внутреннего сгорания. Популярный в Британии тренер по фитнесу Джо Викс установил новый мировой рекорд по массовой тренировке под открытым небом. Несмотря на жару, в гайд-парке собрались 3804 человека. Они прыгали, качали пресс, отжимались и приседали. Именно такие упражнения, по словам Викса, помогают быстрее сбросить лишний вес и укрепляют мышцы. Полиция Тайваня приняла на службу шесть щенков лабрадора. Старшего из них по имени Фушин, в переводе «счастливая звезда», сразу признали самой милой полицейской собакой в мире. Кто-то из щенков, как и их мать, будет искать наркотики в аэропортах и на вокзалах. Самые смышленые станут выискивать взрывчатку или выслеживать особо опасных преступников. В Испании стартовал фестиваль «Сан-Фермин». За дозой адреналина в Памплону съезжаются тысячи туристов. И не только поглазеть, но и пуститься в опасный забег с быками под названием «Энсьеро». По вечерам на арене устраивают самую настоящую кориду, когда животным нет пощады. Зрелище не для слабонервных, участники запивают вином. В Антарктиде вскоре появится один из крупнейших айсбергов в истории Земли. Ученые выяснили, разлом в леднике Ларсена стремительно увеличивается. Огромная ледяная гора может отколоться от ледника в течение ближайших недель или даже дней. Это все новости на сегодня. Завтра в пятницу итоги недели в этой студии подведет мой коллега Алексей Лихман. А я вернусь к вам в субботу. Хорошего вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok